В России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающее право на назначение пенсии по старости. В этом видео мы поговорим о том, кто относится к предпенсионерам и какие льготы им положены. Пенсионные изменения происходят поэтапно, в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. Важно! В результате пенсионный возраст увеличен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Прежний возраст выхода на пенсию сохранится у большинства граждан, имеющих право до срочного назначения пенсии. В соответствии с законом 350 ФЗ для сохранения и соблюдения прав граждан в законодательство вводится понятие «предпенсионный возраст». Важно! Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. То есть, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин в 2018 году. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше, и мужчины 1963 года рождения и старше. Для таких граждан сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставленные по достижении пенсионного возраста, бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капитального ремонта и других жилищно-коминальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налога и прочее. Пенсионеры и предпенсионеры могут получать вычет по земельному налогу на 6 соток, но льгота действует только в отношении одного земельного участка. Также они имеют льготу по налогу на имущество. При этом налоговые льготы по имущественным налогам, которые раньше были положены только пенсионерам, начиная с налогового периода 2019 года, будут предоставляться не после выхода на пенсию, а после достижения возраста, который считался пенсионным на конец 2018 года. С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. Важно! Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о работниках, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются работодателями для предоставления соответствующих льгот. Предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющую льготу, где уже будет вся необходимая информация. Для того, чтобы воспользоваться налоговой льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения пенсионного статуса заявителя. В личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда работает электронный сервис, позволяющий заказать справку об отнесении работника к категории граждан предпенсионного возраста. Сами работники могут получить справку о статусе предпенсионера по единой форме, утвержденной Пенсионным фондом. С 14 июля 2019 года. Запрос на выдачу справки можно подать лично в отделении ПФР либо на портале государственных услуг. В первом случае ПФР выдает справку в течение трех дней при электронном обращении в этот же день. В следующем видео мы поговорим об особенностях работы с пенсионерами и предпенсионерами, что необходимо помнить работодатель, если у него работают такие категории граждан. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и будьте в курсе.